2 октября в спортивно-развлекательном комплексе «Звездный» прошла выставка «Образование-2013. Инвестиции в успех». В выставке приняли участие ведущие вузы Астрахани. Также был представлен Астраханский инженерно-строительный институт и учреждение на базе вуза, профессиональное училище, колледж строительства и экономики, школьный технопарк. Участники продемонстрировали мастер-классы, что позволило желающим не только посмотреть, но и принять участие в них. Сегодня, 2 октября, в день открытия выставки «Образование-2013» случились и другие события. Казань брал, Астрахань брал, Шпакань брал. Эту реплику царя Ивана Грозного из фильма «Леонида Гайдая Иван Васильевич меняет профессию» знает каждый. Взятие Казани произошло 2 октября 1552 года. И с этого дня казанское ханство было присоединено к российскому государству. 2 октября 1922 года была введена в оборот литовская национальная валюта. Дать имиденежному знаку по первому слогу названия страны предложил Владос Юргутис. Отец литовского лита был не только экономистом, но и священником. Сегодня в Финляндии отмечается праздник с запахом рыболовных сетей и маринада. День сельди. Рыбная ярмарка, как отудатно называли сами финны, проходит над центральной площадью города Хельсинки и собирается вместе всех любителей селедки. Праздник имеет богатые традиции и отмечается с 1743 года. Так что сегодня у рыбной ярмарки юбилей ей исполняется 270 лет. У нас есть такие проекты, основанные на микроконтроллеров Хардуина, модели Уна. Например, если смотреть этот проект, то мы можем сказать о нем то, что на микроконтроллере находится необходимый шилд и Bluetooth-адаптер. Написано приложение на андроиде, которое знает макадрес этого адаптера и отсылает ему пакеты данных в виде байтов. Можно продемонстрировать эту работу. То есть я зажигаю зеленый светодиод и, соответственно, выключаю его. И также я могу управлять и красным, соответственно, выключать. То есть это такой проект, как говорит об основах. То есть если мы подключим какое-то реле, соответственно, мы можем управлять уже более мощным током. Можно уже управлять лампой накаливания. Также у нас есть еще такой проект, который мы делали с учениками на день открытых дверей на парке, на день открытия. Это у нас механический дисплей с механической разверткой. Мы можем спустить его, да, продемонстрировать работу. То есть этот проектик, он основывается на особенности человеческого зрения. Так как наш глаз инертен, так как наш глаз воспринимает 24 кадра в секунду, эта установка работает с частотой 5 кадров. И, соответственно, мы можем наблюдать такую статичную надпись в воздухе. Субтитры подогнал «Симон»!